В секторе искусств научной библиотеки Института культуры открылась новая книжно-иллюстративная выставка «Кинематограф не пирожное, а хлеб необходимый людям», посвященная столетию актера, режиссера, сценариста Сергея Федоровича Бондарчука. В заглавие выставки ее организаторы взяли слова «Кинематограф не пирожное, а хлеб необходимый людям». Если это хлеб, то художник кино должен служить добру и людям. Слова гениального актера и режиссера, в котором как в зеркале отражается вся его жизнь и принципы творчества. По возвращении с фронта Бондарчук окончил гиг. В 32 года Бондарчук стал самым молодым актером, удостоившийся звания народного артиста в СССР. В какой-то момент Бондарчук почувствовал, что ему уже тесно в рамках актерской профессии. Тогда он решил снять свой первый фильм «Судьба человека» по рассказу Михаила Шолохова. Мировая известность пришла к Сергею Федоровичу после экранизации романа Толстого «Война и мир». В 1969 году картина получила Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Сергей Бондарчук был одним из самых востребованных и звездных режиссеров своего времени. В экспозиции выставки представлены книги о жизни и творчестве режиссера и актера. Среди книг особый интерес представляют следующие издания «Ваденко» Сергея Герасимова, «Музские 100 великих отечественных фильмов», «Ирина – актеры советского кино», «Бондарчук – желание чуда», «Власов – герои Шолохова на окраине» и другие. Субтитры создавал DimaTorzok